По вашим оценкам, какой результат будет этого голосования? 146% нарисуют снова? 146% не решатся нарисовать, потому что уж очень будет нагло. Мой прогноз изначальный был, что от 60 до 70, чтобы как-то проявить какой-то политез. Но сейчас я уже склоняюсь к тому, что нарисуют 80. То есть их задача сейчас показать, что есть те самые 86% и есть 14% и максимально раздавить общество. То есть они не пойдут на это? Ну их задача поляризовать и показать, что вот есть некоторое меньшинство, которое против, но его мало. Так-то можно было показать, что хорошо 30% вроде как проявили некое уважение ко всем и сказали, да, вот есть некоторые недовольные, мы согласны с вашим существованием, вас достаточно много, но вот большинство за. Сейчас они могут сыграть в игру и скорее всего сыграют, что весь народ в едином порыве выступил в поддержку новой конституции. Им поверят? Я думаю, что уже нет. Я думаю, что консенсус такой, что они выиграют, ну или в любом случае выиграют, у них нет у нас вариантов собрать меньше 50%, показать. На честных выборах можно было бы, честный референдум мог бы иметь смысл, да, мы могли бы заблокировать все это обнуление, но в тех условиях, в которых это происходит, честно будет сказать избирателям, что шансов выиграть нет, а голосования нет является, в общем, таким актом гражданского непоминовения, актом несогласия с тем, как обращаются с нами со всеми. По вашим оценкам, какой реальный рейтинг Путина сейчас? Сложно сказать, вот те замеры, которые мы делали в прошлом году, когда там с кандидатами работали на выборах, ну это было порядка там 40-45% было на тот момент. Все-таки его личный рейтинг был выше, чем рейтинг Единой России. Сейчас я бы не стала верить некоторым оценкам, которые говорят, что там 10-15%, я думаю, что в районе 30 где-то, 25-30 у него есть, но при этом все равно мы понимаем, что большинство-то против, большинство против, просто оно сидит и молчит. Путин больше заложник, им манипулирует, либо он сам инициирует все вот эти процессы? Ну, я не верю в то, что кто-то может манипулировать президента Российской Федерации, я не верю в то, что его там подменили, то, что это двойники, то, что за ним стоят какие-то силы, которые дергают его за веревочку. Я думаю, что решение он принимает сам, и решение он принимает излишне поспешно, именно потому, что он исключил всех возможных людей, которые могли бы ему что-то посоветовать альтернативное. Именно поэтому так происходит. Наталья, Путин зачастил с обращениями. Сам он это делает? Или ему кто-то подсказывает, что нужно? Владимир Владимирович, ну как-то надо ближе к народу быть, как-то надо почаще общаться, может быть, какую-то динамику положительную они увидели в этом? Как вы думаете? Я думаю, что, во-первых, ему нравится очень формат, когда он напрямую общается с подданными, когда там сидят какие-то семьи с ковром на стене, которые говорят, спасибо, Владимир Владимирович, что вы дали нам денег, спасибо большое. Ну вот так вот и представляет себе людей, он их осчастливил, он такой царь. Конечно, это очень уязвительный формат, но надо сказать, что частично этот формат работает, где-то работает, где-то нет, но частично работает, потому что часть людей действительно воспринимает его как царя-благодетеля, и на какую-то часть, я думаю, что она находится как раз в меньшинстве, и это действует. Что касается его инициатив по поддержке населения, по многодетам, семьям и прочим, я думаю, что это реакция все-таки на опросы, потому что они реагируют, они смотрят, что происходит в массовых настроениях, на что есть запрос, и они, соответственно, выдают какой-то такой публичный продукт, который может понравиться. Еще что важно, очень интересно, что часть населения, часть граждан воспринимает эти поправки как некое изменение, изменение и развитие. Вот изменение и развитие – это тот самый запрос, который сейчас есть в обществе. Парадоксальным образом, те, кто сейчас ратуют за сохранение Конституции, выглядят у нас консерваторами, хотя на самом деле они новаторы, а те, кто выступает за вот эти поправки, они выступают такими новаторами, что вот страна должна же развиваться, двигаться дальше, вот давайте. Вот они очень тонко поймали этот запрос, и они перевернули все с ног на голову. На самом деле эта Конституция – это консервация, это консервация существующей системы. Изменение в данном случае является консервацией, а сохранение является развитием. Вот такая парадоксальная вещь, связанная с этим моментом. Мне кажется, что вот я сейчас уже думаю, что надо было как раз про это рассказывать нам, может быть, мы оставшиеся несколько дней на это потратим, потому что как раз это главная вещь. Если мы сохраняем правила игры, это возможности для развития. А если мы консервируем существующую систему, развития не будет. Манипуляция, которую мы все наблюдаем, более 200 поправок, по-моему, там, да? В целом она удалась Кремлю? Ну, в целом сложно сказать, где-то удалась, где-то нет. Скорее они разозлили тех, кто против, и скорее там часть людей они просто в себя настроили. Тем более, когда мы наблюдаем, как оно на самом деле устроено, вот оппозиция говорила до этого, смотрите, мы сейчас бойкотируем эти выборы, мы покажем им пустые участки, они опозорятся, там будут мухи дохнуть со скуки, будут люди, которым там нечем заняться, бродить эти члены комиссии по пустым залам. И вот мы все это покажем миру, и мир содрогнется от этого ужаса. В результате власти сделали еще хуже. Они сделали выясные голосования в багажнике, на обочине, черт знает где вообще. То есть они гораздо больше себя сейчас дискредитировали, чем могла бы дискредитировать их оппозиция. Вот этим форматом голосования, совершенно унизительным. Нельзя голосовать по важным для страны вопросам в такой обстановке. Вы хотя бы как-то озаботьтесь каким-то антуражем, да, это должно выглядеть как-то достойно хотя бы. Да, мы хороним нашу страну, но мы должны похоронить ее достойно. Но сделайте так, проявите уважение к самим, к себе в конце концов, к власти, к вашему образу. Они же этого не делали. Пеньки, вот эти багажники, что денег не хватило для чего? Или просто им плевать на это, на все получается? Есть ответ на этот вопрос? У меня нет ответа на этот вопрос, почему так получилось. То есть безалаберный подход просто. Судя по всему, они попытались все-таки ответить на вызов пандемии, потому что пандемия реально есть. И да, некоторым образом это действительно, это защита, защита людей. Вот здесь надо сказать, что мы пытались, по крайней мере, как-то сохранить жизни. Вот при этом, конечно, я не думаю, что это сильно остановит пандемию в тех регионах, в которых она уже случилась. Я не думаю, что это сильно защитит членов комиссий. Я думаю, что это скорее разозлит людей. Но попытались таким образом. В конце концов, почему не перенесли на более поздний срок? Да, как раз решение могло бы быть в том, чтобы перенести этот, не знаю, на сентябрь, на октябрь, на декабрь. Но им надо было, видимо, срочно протащить, потому что рейтинги падают. То есть основная причина в рейтингах, ты считаешь? Я думаю, да. Потому что после пандемии, конечно, они сильно потеряли, они сильно просели. И рейтинги продолжают падать вниз? Ну, у меня ощущение, что да. Что может спасти рейтинг Путина? Уже ничего. Уже ничего. То есть что бы он сейчас ни делал, эффекта не будет? Ну, если в стране есть запрос на изменения, а изменений не будет, то и рейтинга не будет. Всё, он уже надломился, и дальше, ну, там могут быть какие-то всполухи там на 5-10%, но это всё. Ему придётся либо сильно закручивать гайки и закручивать их всё, значит, вот прямо вот совсем до конца дожимать, либо ему придётся всё-таки идти на какие-то системные изменения. Это вопрос уже там, уже нескольких, я думаю, что там полутора лет. Ну, я не говорю, что вот сейчас это случится, да. Но мы на себе почувствуем в течение, там, обозримом будущем почувствуем вот эти изменения. Путин по-прежнему не получает обратной связи? Как ты думаешь? Он получает обратную связь, это видно, что он получает обратную связь от социологов, от своих. Но он не получает полноценной обратной связи. То есть он получает... Вот они намерили есть ввести вот такой вот запрос на изменения, там, допустим, на лечение детей с орфанами заболеваниями. Ну, до сути-то они не докапываются. Ну, да, хорошо, мы зафиксировали. И что? Отреагировали мгновенно. Что, вы решили проблему, вы погасили недовольство, нет? Вы просто публично выступили и сказали, да, есть проблема. И всё. Ничего не произошло от этого. Наталья, как ты считаешь, почему всё-таки Путин не пошёл на то, чтобы оказать всемирную помощь всем, а он разделил как-то по категориям, там, по детям, по возрасту и так далее? То есть по опыту не пошёл Германия и США? А потому что тогда бы он признал, что Россия для всех, если помощь оказывается всем. А он нам говорит, Россия не для всех, и государство не для всех. И государство не всем оказывает помощь. Государство оказывает помощь только лояльным и тем, кто соответствует его представлениям о прекрасном. Допустим, вы родили государству ребёночка? Тогда вы гражданин. Не родили ребёночка? Нет, тогда вот немножко придержим. Вы многодетная семья? Да, хорошо, мы погладим вас по головке и дадим вам денег. Вы малоимущая семья? О, ещё лучше, давайте ещё дадим. А тем, кто не соответствует их представлениям и критериям, они не дадут. Ну вот как, смотри, вот дети до 16 лет включительно, а в 17-18? А в 17-18, видимо, уже неинтересно. Видимо, вот эта логика очень странная. Потому что, с одной стороны, они кому-то дали, а кого-то разозлили. Вот, совершенно очевидно, что дети там в 16 лет, они не пойдут работать, они сами себя ещё... Ну, то есть они где-то подрабатывают, наверняка есть такие героические дети, которые молодцы, конечно, они работают, но всё равно родители им должны помогать, всё равно это дети-подростки, нужно о них заботиться. Ну, вот государство в этом плане что-то пожадничало, да, вроде как даём с барского плеча, ну вот, ну вот, не очень. А может быть, они не лояльны, эти дети, кто не знает. Они уже, понимаете, вот эти подростки все, вот у меня дочь подростка и 13, да. И вот я смотрю, что они там смотрят, они там смотрят всяких этих рэперов оппозиционных, они там, значит, это Айспик, вот это вот всё, вот это. Ну, что им давать? Ну, такие уже взрослые, такие злые, сейчас вот они два года пройдут, голосовать пойдут, ещё непонятно за что. Ну, денег им ещё давать, нечего. Всё, вот маленькие ещё, вот они хорошенькие, ещё глупенькие, вот с ними можно. Вот, я вот другой логики не вижу в этом. В 2024 году всё же Путин реально будет баллотироваться и выставлять свою кандидатуру? Либо всё же он сделал это для того, чтобы, как он выразился, не рыскали глазами? Ой, слушайте, разговоры о том, что Путин уйдёт, ему это не надо, я слышу, наверное, начиная с 2000 года, от разных политических сил. Помните, там ещё разные люди, там где-то на форуме в Давосе, в Москве на каких-то съездах, вот везде они выступали, говорили. Путин не держится за властью, вот я лично общался с ним вчера, он не держится за властью, он уйдёт, он вообще устал, ему же хочет там с внуками повозиться, у него наверняка есть где-то же спрятанное, да. Вот, ну... Как бы все говорили, да, что вот и Медведева вот он поставил, и Медведев на второй срок будет баллотироваться, и куча людей летом 2011 года, вот как сейчас, побуклились, что Медведев и никто. Всё, нам сказали, у нас источники в Кремле стопроцентные, инсайдерские, вот всё, там Иван Иванович черопили коньяк с ним вот на Старой площади и стопроцентно сказал. Вот у меня есть основания полагать, что это неправда, судя по предшествующему опыту. Знаете, есть некоторые, скажем, там, инсайды предположения сливы, а есть вот некоторые уже накупленные достаточно большая статистика за 20 лет вот этих информационных поводов, что Путин якобы не уйдёт и не держится за власть. Вот практика показывает, что уйдёт. Там уже, знаете, там уже такая статистика набралась этих обещаний его невыполненных, что, ну, там уже хорошие статистические критерии подходят, да, там уже, в общем, можно уже там на компьютере обработать. Это уже не просто он там два раза сказал и не выполнил, там уже много набралось. То есть, по твоим оценкам, всё-таки он намерен идти до конца? Ну, думаю, да. А зачем он это всё делал? Что ты лишаешь надежды людей? Я говорю правду, у меня работа такая. О чём вышел сюжет? Ты, по всей видимости, возглавляешь теперь какую-то страшную сеть. Как-то можешь это откомментировать? Ну, я возглавляю версии наших центральных каналов какую-то страшную шпионскую сеть, которая собирается свергать власть там путём проведения семинаров в регионах России с объяснением, что такое местный бюджет и последующим избранием этих людей в местные органы власти. Причём ещё непонятно, от какой партии, потому что к нам приходят все. К нам приходят и единороссы, и ЛДПРовцы, и патриоты России. Ну, естественно, там яблочники на войне тоже приходят в большинстве. Ну, все приходят, понимаете? Потому что у нас есть такая секретная информация, которой нигде нет. Допустим, новые учебники Ранхикса по муниципальному управлению. Мы их сканируем и выкладываем. Или, допустим, какие-то люди, которые в своё время работали во власти, а потом они стали оппозиционерами, они понимают при этом, как оно устроено всё, при этом у них хорошая теоретическая подготовка, не могут рассказать о том, как оно устроено. Мне говорили, что мне там Госдеп даёт страшные методички. Я сейчас покажу методичку, смотри, я его в руках прям держу. Это то, что реально мне на Западе дали. Это бюджет города Сопот, польского, на 2020 год. Я привезла там несколько экземпляров. Вот, к примеру, что можно привозить оттуда? Как можно продвигать... Методичка Госдепа. Ну, примерно одна из методичек, которую я раздобыла там. Как она раздобылась? Приходишь в мэрию города Сопот. Никаких охранников, никаких рамок. Там прямо вот на входе лежат вот эти вот бюджеты. Любой гражданин, даже не Польши, а России, может прийти туда, взять его и унести с собой. Открытый бюджет абсолютно. И у них вот есть стандарты, да, чтобы не просто вот у нас цифрами они выпускаются, а у них вот у них там всякие графики, вот они, да, графики такие, у них там отчеты, сколько потратили, на что, там все видно. Ну, вот даже не зная польского, можно, да, понять, там, вот, на что они тратят. На образование, на спорт, на детей, да, там, на бездомных животных, на пенсионеров, на семьи. Вот сколько туда пошло. Вот здесь вот камерами оборудовали, здесь вот у них полиция, здесь вот. Ну, вот все, в общем, понятно, что куда пошло, где какие деньги. Любой гражданин может ознакомиться, там, с проектом бюджета, там, нести свои предложения. Вот, вот, называется вот открытый бюджет. Ну, кроме оборонных статей наверняка, да, хотя полиция открыта здесь. Это не оборонная статья, муниципальная полиция и вообще к функциям местного самоуправления никакая оборона не относится, в том числе и у нас, да. У нас когда обвиняют местные власти в том, что они там не борются с паводком, вообще-то говоря, это федеральная функция, это МЧС. У них просто денег даже не выделено на это. Так устроено и у нас, и везде. Потому что есть функции местные, есть функции региональные, есть функции федеральные, да. Вопрос, почему нужно узнавать информацию, как это все у них устроено. Почему это важно для нас? Не питать иллюзией по поводу прекрасного Запада с одной стороны, а с другой стороны, брать оттуда самое хорошее и привозить сюда. Вот пример. Все говорят, вот у нас сейчас Америка, да, страшная страна, вот они у нас, соответственно, с одной стороны нам говорят, что там, значит, они хотят на нас напасть, хотят все переделать, с другой стороны, некоторые мои коллеги по оппозиции говорят, нет, вот в Америке все прекрасно, вы все клевещите, там, значит, вот эти чернокожие с жиру бесятся, просто им пособие платят, вот они решили еще там выбить себе лингон каких-то. На самом деле причина нынешних беспорядков в Соединенных Штатах кроется в неправильной организации местного самоуправления и распределения полномочий, потому что у них образование отдано не просто на уровень муниципалитетов, как это делается в Польше, допустим, а оно отдано на уровень самых-самых низовых вот этих организаций, самых вот таких местных общин. То есть, условно говоря, на уровне микрорайона, состоящего там из пары сотен домов, решаются вопросы местного образования. Там местная школа, которая кормится от местных налогов, совет школы, который выбирается этими самыми жителями, они же утверждают учебные программы, там заключают договоры с учителями и так далее. Соответственно, как получается, если у вас хороший район, который может привлечь дорогих учителей, платить им деньги, оборудовать эти школы, оборудовать там лаборатории, как возить на экскурсии детей, у вас будет одно образование. Переезжайте через дорогу буквально, у вас преимущественно чернокожее население. Бедные люди, они платят мало налогов, у них дешевое жилье, а может быть даже нет жилья. И школа, которая будет в этом районе, она будет совсем другая. Она будет бедная, там будут править местные подростковые банды, там будут наркотики, там будет оружие, туда будет просто с трудом даже полиция попадать. И в эту школу реально учителей ссылают просто. Для того, чтобы быть директором такой школы, нужно иметь немалое мужество. Эта проблема, она достаточно отражена даже в художественной культуре. Вот это, там есть несколько фильмов даже на эту тему, про вот такие проблемные школы. Соответственно, когда там некоторые коллеги предлагают, давайте мы скопируем американскую систему образования, я говорю, ребята, ни в коем случае нельзя этого делать. Ни в коем случае, потому что доступ к равному образованию для всех это абсолютная ценность для государства. Каждый гражданин имеет право, должен иметь право на нормальное, среднее, как минимум образование, бесплатное. Иначе у вас люди, которые пойдут сносить памятники, даже не будут понимать, кому памятник и в каком контексте он поставлен. То есть сейчас трудно упрекать этих людей, они идиоты, да, но извините, у них не было доступа к образованию. Измените свою систему, поменяйте ее. И, собственно, главный вывод, который я делаю по поводу вот этих всех событий, это то, что общество никогда не должно выключаться из процесса принятия решений. Общество никогда не должно закрывать глаза и говорить, да, вот окей, мы построили демократию, у нас все хорошо, теперь мы пошли курить. Нет, во всех странах так или иначе происходит вот это развитие. Ни одна страна мира не была там, что там, 60-50 лет назад в том состоянии, в котором она была сейчас. И в отношении там прав меньшинства, и в отношении тех же самых чернокожих, и в отношении голосования женщин, и всего-всего-всего. Это процесс, за это нужно бороться. То же самое, если мы хотим, чтобы у нас здесь была демократия, вот главный вывод, главный вывод, собственно говоря, который я делаю по итогам, да, главный, самая страшная тайна вот эта, да, как это, самая страшная тайна госдепа, вот эта вот самая соль методички, когда спрашивают, как построить демократию, вот, и вот когда же мы к ней придем, вот когда у нас будет полноценная демократия, ответ – никогда. Потому что демократия – это процесс. Вы не можете, это вот, это не дом, даже дом нужно, нужно немножко красить, немножко что-то с ним делать. А социальные институты – это вещь, которая сама не летает. Здесь нужно сопротивление воздуха. Вот самолеты сейчас летают, да, он же не может лететь в воздушной яме, он падает. Для того, чтобы он летел, нужно сопротивление общества. Зачем нужна оппозиция? Для того, чтобы было это сопротивление, для того, чтобы государство летало и не проваливалось, для того, чтобы оно развивалось. Вот оно для чего нужно. А почему государство это не понимает? Глупое государство. Большая часть этих людей пришли на волне 90-х, как ни странно, да, все это люди все-таки из 90-х. Владимир Владимирович и все прочие, да, там, Золотов вообще стоял с Ельциным на танке, на фотографии, да, вот тот самый прекрасный человек, который с Ельциным на танке, Белого дома, сейчас у нас разгоняет на тенге. Удивительно просто, да. По истокам демократии стоял. Стоял у истоков демократии, да. Просто немножко ветер подул в другую сторону, парень побежал туда. Собственно, эти люди, они пришли, они заработали где-то денег, где-то там обломилось на приватизации, где-то, значит, по каким-то знакомствам, где-то вот они, значит, контролируют один свечной заводик, где-то другой свечной заводик. Потом там уже дети, понимаете, которых надо пристраивать, потом внуки какие-то. А зачем им еще раз менять эту элиту? Зачем пускать еще каких-то людей? Они говорят, нет, вы знаете, вот тогда, когда мы пришли как раз к этой власти, нет, все было неправильно. Это все, это мы ошибались, все заблуждались, это нас там зомбировали какие-то плохие люди. А на самом деле, нужно по-другому делать, на самом деле нам нужна стабильность. Ребята, ну вы-то пришли не на стабильности, вы-то пришли в другое время, и какое-то время вы работали-то нормально, пока вас контролировали. В начале нулевых-то, извините, реформы какие-то делались, благосостояние-то росло более-менее. Они сейчас не хотят отдавать свою власть. Просто наиболее идейных, которые говорили о том, что да, вот страна должна развиваться, должна включаться политическая позиция в процесс, да, мы должны проводить там реформы, чтобы у нас не было бедных, чтобы как-то люди могли себе заработать. Вот всех этих людей, они фактически поисключались в политической жизни. Всех, кто говорил там, давайте, не знаю, развивать там частную космическую программу. Они сейчас в Сириконовой долине, эти люди. Там тот же Дуров, который сделал ВКонтакте, да, где он. Они выжили всех людей, которые могли развивать страну. Почему? Потому что они им конкуренты. Они, те, кто внутри системы против них боролся, они либо жестко задавили, либо они сейчас там под уголовными делами, либо они просто физически их устранили, как Немцова. А тех людей новых, которые им противостоят, они пытаются всячески подавривать из страны. Просто, ну, уезжайте. Говорят они нам. Почему Путин и его сторонники с трибуны говорят очень красивые слова, используют очень близкие каждому человеку термины, очень все играет буквально на струнах души, но тогда, когда человек сходит с трибуны, выключается микрофон, действие совершенно обратное. Как это объяснить? Ну, они просто циничные, лживые люди. Они не понимают, что это останется надолго? Ну, они понимают, знаете, есть вот такая точка зрения, что вот для того, чтобы удвижаться у власти, нужно говорить людям то, что они считают нужным услышать, то, на что они надеются. Вот они это делают. Они там с помощью тех же самых там опросов, с помощью замеров общественного мнения не понимают, что здесь что сказать. Они это произносят, этот дежурный набор слов. Ну, как вы, там, не знаю, мы же как-то пытаемся понравиться всем. Да, вот как-то, ну, ну, вот они это делают. Люди, знаете, как думают, что, ну, смотрите, ну, да, где-то он соврал, где-то, ну, вот, все-таки вот не может же вот до такой степени человек врать. Может? Может. Может. Но он же соврал, он, смотрите, да, вот там уже, опять же, там можно большую статистику привести. Он, сколько раз он говорил про то, что он не будет менять конституцию, мозги себе поменяйте, а не конституцию, Владимир Владимирович Путин. Бесчетное количество раз. Сколько раз он говорил, что он не будет повышать пенсионный возраст. Сколько раз он говорил, что он не держится за власть. Он это говорит бесконечное количество раз. Ну, все съедают. Он как-то себе это объясняет? Как ты думаешь? Как он объясняет? Он считает, что он и есть Россия. Я думаю, что он совершенно искренне верит в то, что он единственный, неповторимый. Я думаю, что он действительно верит, и часть элиты действительно верит в то, что есть некий злой народ, какие-то там злые замкадыши, злые чеченцы, которые вот если их там не удержать в узде, если с ними как-то не договориться, не накидать им каких-то денег, то они вот тут же придут и всех поругут. Я думаю, что они в это верят. Вот в это самый злой народ. Как ты думаешь, кто во власти обладает реальной информацией о том, что происходит в обществе? ФСО, ФСБ, Росстат? Нет, нет, нет. Я не думаю, что есть какие-то структуры, которые... У них есть понимание, понимаете, есть опросы, есть рейтинги, есть какие-то показатели, есть какие-то индикаторы проблем, но глубоко, для того, чтобы действительно глубоко понимать Россию, этого все недостаточно. Потому что так или иначе, мы воспринимаем информацию сквозь призму наших ценностей, наших интересов, нашего прошлого опыта. И эти люди содержат в голове совершенно определенную ментальную схему. У них есть хорошие они, бестолковый народ, и какая-то пятая колонна, которая мешается, которая при западе где-то. Вот у них есть эта ментальная схема, и любую информацию, которая к ним поступает, они воспринимают через призму вот этой ментальной схемы. Какое-то недовольство, вот у нас совершенно очевидная проблема с больными детьми, которые не могут получить лекарства. Государство им говорит, а умрите все. либо мы вам сейчас дадим лекарства, но российские, непроверенные, не запатентованные, и у вас от них будет куча проблем. Вот оно, что бывает. Они замеряют эту проблему, они смотрят на это все, они реагируют. Но понять, что проблема-то даже не сколько в лекарствах, сколько в самой системе, в том, что медицина должна быть доступна для всех, допустим, в то, что государство, оно для всех, и не только для избранных. Вот это должно поменяться. В то, что вы народ воспринимать должны не как некую массу, которую вы облагодетельствовали, а как, черт возьми, граждан, которые живут здесь, на этой территории, которая их, что это их страна, а не ваша, они платят налоги. И ваша задача соблюдать то, что написано в Конституции, то, что каждый человек имеет право на жизнь, а тем более ребенок. Вот когда они себе вот этот чип вживят в голову, когда они поймут вот это, вот тогда оно поменяет. Сейчас они говорят, ну ладно, мы сейчас, отменяются ваши вот эти смерти, мы, может быть, вас вылечим когда-нибудь, но сначала мы отберем денег у тех, кто нам не нравится, вот у тех, кто там получает 5 миллионов. Ну они-то сами, вот понятное дело, что себя не обделят, они обделят, не знаю, там минимальное количество людей, конечно, у нас зарабатывают такие деньги, но вот пытаются их обобрать. И то реальные деньги дойдут, наверное, года через два. Они, да, то есть даже если они сейчас принимают эти изменения, это 22-й год. Да? Ну они отреагировали на проблему, да. Она решилась? Нет. Ну отреагировали. Молодцы. Замечательно. А те, кто теперь будет говорить о том, что дети все равно умирают, что все равно должны быть эти бесплатные лекарства, что государство, ну, оно должно мыслить интересами, не, не знаю, наши, не наши, запад, не запад, в ситуации, когда умирает ребенок, все вот эти соображения на тему там, где произведено это лекарство, они не должны, даже такой вопрос должен не должен задаваться. Государство должно взять денег и в любой стране мира взять и закупить эти лекарства. Вот мне кажется. Никак там, даже если это там какая-то страна враг. У вас обязанность. Каждый человек имеет право на жизнь. Каждый человек имеет право. Соблюдайте Конституцию. Соблюдайте наши права. Это базовая вещь, которую должно обеспечивать государство. Оно этого не делает. Оно говорит, ну, вы, может быть, проголосуете за нас, и тогда, может быть, мы как-то позволим вам просто жить физически. Молодцы, спасибо большое. Ну, также нельзя с людьми обращаться. Они пенсионерам говорят, ну, вот вы проголосуете за Конституцию, и тогда, может быть, мы дадим вам эту пенсию. Может быть, мы занесем вам это, ваше право, которое ваше базовое, вообще-то говоря, право, в Конституцию, и тогда, может быть, у вас будет индексация пенсий. Вообще-то говоря, люди работали. Вообще-то говоря, люди в советское время работали. И, естественно, они, там, вот этот подход, когда говорят, что вы заработаете себе на жизнь, потом будете жить на пенсию, он может работать с людьми, допустим, моего поколения, потому что у нас, ну, уже другая система, да, у нас не было, что государство у нас забирает все-таки там все деньги, да, там, и выдает в виде каких-то социальных благ. Это другая система. Люди, которые работали и жили в Советском Союзе, конечно, должны иметь право найти пенсии автоматом. Вообще, у меня идеал, знаете, как, ну, мы должны все-таки как-то относиться к пожилым людям по-другому. Меня просто очень задевает, когда говорят, вот, вот эти бабушки, которые там голосуют, вот они все неумные, вот это должно смениться поколение, прежде чем, вот давайте, там, вот внуки и будут голосовать, тогда, может быть. Извините, я считаю, человек, там, 60-70 лет, он, он должен иметь достаточно возможности еще, чтобы дальше развиваться. там не может нравиться, не нравится Собянин, но вот программа активная долголетие, мне кажется, это очень хорошая программа. Люди должны там ходить с палками для ходьбы, заниматься йогой, там, играть на пианино, все что угодно, они должны жить дальше. Жизнь не заканчивается моментом, когда мы отработали на государство. Вот почему-то считать, что топутал на государство и умри сразу. Вот оно сейчас нам как что говорит. Нет, наши пенсионеры должны там ездить на острове в Европу на выходные. Они должны видеть мир, можно же открыть новое, там, в 60-70 лет. Почему у нас людей так вот воспринимают, как каких-то недоумков, не знаю, особенно пожилых? Вообще, наговоря, пожилые эти люди, они уже 30 лет прожили при новой власти. Они, в общем, много чего видели. Стали пожилыми. Почему я считаю за идиотов? Я не понимаю. Я бы, например, на месте пенсионеров вот вышла и сказала, ребята, вот что такое за образ российской бабушки вот этой с носками? Это что вообще? Я знаю там российских бабушек, которые там ныряются к валангам куда-то там, собирают мусор раздельно там, организуют какие-то сообщества. У нас много, кстати, довольно активных пенсионеров. ШМС приходит, люди говорят, вот я что-то сделал, я сейчас хочу, ну там уже что-то добился, да, вот сейчас я ухожу на пенсию, жить начинаю, хочу стать муниципальным депутатом. Мы должны давать для людей эти возможности, государство должно заботиться об этом, да, государство должно тоже там поощрять местные инициативы, всем этим заниматься. Я не понимаю, почему у нас образ, там, не знаю, страны, проигравшей во Второй мировой войне, там, пенсионера из Германии, это такой бодрый пенсионер такой, который там идет где-то... С хорошей пенсией. Да, в шортах такой, знаешь, где-то там ходят по курорту, значит, где-то отдыхают, вот у нас там, приезжаем мы куда-нибудь там в Турцию, вот там везде немецкие пенсионеры, да, вот они такие бодрые, все такие, значит, веселые, там где-то пиво пьют. Образ российского пенсионера в стране, которая выиграла Вторую мировую войну, которая победила. Это просто там и люди сами, которые победили, и люди, которые там, дети тех, кто победили, да, у нас образ российского пенсионера, что такая бабушка, такая в платочке, где-то там торгуют редиской. Это что такое? Это что такое вообще? Что за отношение к людям скотское? Это что они должны еще раз сейчас сходить царю-батюшке присягнуть, чтобы он им хоть что-то добавил к пенсии? Что это за отношение? Что касается выдачи, ну просто компенсации за вынужденный простой всем людям, это какая-то очевидная вещь, даже в каких-то очень либеральных странах, типа там Штатов или Германии. Это сделали фактически все страны, входящие в большую двадцатку. Если мы себя такой страной мыслим, даже обсуждения такого не должно было быть, оно почему-то есть. Опять же, вам денег дадут, но вы должны лояльность проявить, вы должны вот как-то... Вот вы сейчас сначала подпрыгнете три раза, сейчас сначала прогнетесь, сапоги мне поцелуете, придете на помойку, проголосуете там куда-то на обочине, а уже потом, может быть, мы вам как-то проявим милость. Но не сразу и не всем. Судя по последним решениям Путина, Наталья, как ты думаешь, кому в большей степени стал прислушиваться Путин? Больше к экономистам, врачам или по-прежнему к силовикам? К силовикам прислушиваться, конечно. Как же? Он уже искренне считает, что вот есть враги, которые хотят развалить. Вот я сейчас получила по повной программе сейчас враг. Хочу развалить путем проведения семинаров и привоза всякой литературы про бюджет. Пытаюсь развалить страну таким образом. Силовикам, конечно. Конечно, какие-то зачем у экономиста? Экономисты-то так, знаете, обслуживающий персонал такой. Ну, чтобы оно до конца не развалилось, вы там сидите немножко и вот что-то там пишите. Кстати, мне вот, опять же скажу, мне очень жалко вот этих всех экономистов, которые на него работают. Мне очень жалко этих людей, вот этих системных либералов, которые искренне считают, что мы сейчас вот здесь что-то сделаем, что-то поможем, вот как-то вот мы что-то улучшим, вот мы сейчас с системой по взаимодействию, и вот она начнет работать. Я не говорю про там муниципальных депутатов, это другая немножко история про региональных депутатов, которые имеют право высказаться, которые имеют право голоса. В системе есть люди действительно умные, это вот нельзя сказать, что там кругом идиоты. Там действительно есть умные, образованные люди, иначе бы у нас страны не было. Слава Богу, что в России есть таланты, слава Богу, что в России есть образование, слава Богу, что вообще Россия есть. Мы просто как-то этих людей, ну мы их не видим, да, они там сидят где-то, они засунули себе языки там все, кто куда может. Пытаются что-то сделать, ну вот какие-то там, давайте мы проведем какую-нибудь героическую реформу, мы сейчас героически, значит, разовьем нашу промышленность, мы героически раздобудем денег на какой-нибудь новый завод, героически его построим. Конечно, у нас на это дело идет куча ресурсов и времени гораздо больше, если бы это было в нормальных условиях, но вы же понимаете, это же Россия, говорят они, здесь же по-другому нельзя, когда им говоришь, ребята, можно по-другому. Вы создайте условия, чтобы у вас люди работали, вы создайте условия для того, чтобы у вас экономика развивалась, вы создайте условия для технологий, вы составьте условия, чтобы человек, который изобрел что-то, чтобы у него государство не отобрало тут же это изобретение, а чтобы этот человек стал реально миллионером. Миллионером должен быть не руководитель какой-то там государственной конторы, а конкретный инженер, который изобрел полезное для страны. Вот когда у вас будут у инженеров вот этих талантливых дворцы, а вот эти управленцы будут жить в таких средних домах, вот тогда будет нормально. Вы создайте условия для людей, люди-то есть. Но в результате у нас получается, что люди, которые действительно хотят помочь России, которые действительно продвигают свои высокотехнологичные производства, там в Новосибирске, не знаю, здесь в Зеленограде, они же бегают в мешках по пересеченной местности, вместо того, чтобы бежать там, полноценный марафон. В результате они там, если пользоваться спортивной аналогией, они пробегают условно там два километра, вместо того, чтобы пробежать 42 за то же самое время. Когда ждать перемен? Если ждать, то долго. Вот очень хорошая песня Тёя «Мы ждем перемен», ее на митингах включают, но она же неправильная. Перемен не надо ждать. Нужно каждый день что-то делать, нужно каждый день не молчать, нужно каждый день там пытаться что-то улучшить у себя на территории. Да, вот я вижу у меня там соседи, говорят, мы не будем там бороться за снос забора. Ну, потом будет прекрасная Россия в будущем, ну, может быть, будем бороться за снос забора около реки, реку Перенгороди. Вот здесь река не перегорожена, у нас перегорожена. Нужно сейчас это все писать, не нужно бояться подписывать эти петиции, не нужно бояться идти против системы. Опять же, я не призываю делать то, что я делаю. Там есть несколько людей, которые там совсем ничего не боятся, но нам еще и прилетит, да, уже прилетело. Не делайте эти трюки без специальной подготовки, как говорится, не пытайтесь повторить. Ну, можно же там не в эфире центрального канала ругаться, да, и там не идти на какой-то героизм, да, можно петицию подписать, можно добиться раздельного сбора мусора у себя, отходов, можно пойти в муниципальные депутаты, в конце концов. Ну, сейчас преследуют, но не так сильно, как могли бы. Вот где-то, вот каждый, если, у нас вообще-то говорят, что 40 миллионов. Вот если каждый себе скажет, это моя страна, я хочу, чтобы здесь были перемены, и я готова для них действовать. Вот столько нужно сделать каждому. А не ждать, пока придет какой-то супергерой и за всех, значит, себя распнёт где-то. Не надо этого делать. Там, вот вы думаете, что они что-то за вас поменяют, не поменяют, потому что их мало. Вот как это? Один человек не может всё сделать. Мы должны действовать все вместе. Вот то, что происходит сейчас в голосовании, то, что может произойти через несколько дней для нас, для всех, почему это крайне важно, потому что это может быть нашим таким Бородино. Ведь Кутузов же Москву сдал после Бородино, да? Война не закончилась к тому времени, и французы никуда не делись. Да, более того, они были в сердце страны. Но произошел психологический перелом. Произошло понимание, что мы можем, мы можем с более сильным противником, который подмял под себя там гораздо более какие-то развитые страны на тот момент, мы можем с ним быть и в чистом поле, и ему навалять. Вот они это сделали. Такую дубину народной войны, да, подняли. Вот мы должны то же самое сделать. Мы можем это сделать. Да, у нас неравные условия. Да, мы понимаем, что у нас нет юридической возможности выиграть. А мы понимаем, что эта процедура абсолютно нелегитимна. Я понимаю аргументы байхотчиков. Я понимаю, когда они говорят, не надо участвовать в этом цирке. Вы понимаете, это не цирк. Это гладиаторский поединок. Он формально выглядит как цирк, а по сути это другое. Мы должны идти и бороться. Даже при таких условиях. Мы должны идти. Каждый из нас сейчас не обязательно нам проявлять чудеса героизма. Можно прийти на участок и поставить «нет» и выложить в интернет. И показать «да, это я. Я так думаю. И нас много». Вот это может стать нашей моральной победой. И шагом к изменениям. Россия всегда развивалась очень интенсивно. Как раз когда она была открыта миру. Когда она интенсивно развивалась. Новгородская республика. Открытость мира. Торговля. Путь из варяг в греки. Производство металлов. Обработка металлов. У меня есть такая хорошая брошечка, с которой я иногда хожу. Мне все говорят, это у вас из Игоря престолов. Я говорю, нет. Это она у меня из Новгорода Великого. Так вот эта брошечка, это копия изделия, которая была найдена там в раскопках. И сделана она из металла импортированного из Германии. Ну, тогдашней. Того политического образования, которое тогда было. В Новгороде произведенная. И они такие штуки продавали обратно туда. Вот туда, на запад. То есть мы были не сырьевым придатком, а мы были промышленной в тот момент, ну, насколько это было возможно в средневековье, промышленной державой. Да? Россия открыта. Россия имеет международные связи, международную торговлю. Россия развивается. Там, при всем отношении там к Петру Первому, да, мы понимаем, что когда сюда идет приток знаний, технологий, приходят новые люди, которые понимают, что в России можно что-то развивать. Наши люди, которые едут, учатся там, приезжают сюда, начинают что-то делать, что-то строить. Страна просто взрывным образом развивается. Хотя, на самом деле, этот процесс начался еще при отце Петра. То есть не стоит его так сильно переоценивать, там процесс такой, как бы, заимствования этих технологий, он уже тогда происходил. В общем, он все время происходил так или иначе, просто при Петре это было более интенсивно. Екатерина II, которая привозила сюда немцев, приглашала, говорила, открыта страна, приезжайте, мы всем рады. Да, если мы почитаем великую русскую литературу 19 века, кстати, написанную людьми, которые туда ездили, которые там путешествовали. Там у нас Софья Францевна фигурирует, какой-нибудь там Герман Петрович, там вот есть люди. Собственно, вся великая русская литература нам показывает две вещи. Первая, Россия на тот момент была открыта, у нас был взаимообмен. Да, это было не для всех, да, была значительная часть населения, которая была лишена прав. Это, конечно, трагедией закончилось. Но, заметим, где Гоголь писал «Мертвые дюши», где у нас Тургенев жил. Да, Гоголь очень любил Рим, Тургенев очень любил Париж. Это не мешало быть им русскими писателями, никто их не объявлял иностранными агентами на тот момент. Да, Достоевский тоже там много где ездил, надо сказать. Если мы сходим в Стрядяковку с вами, внимательно посмотрим, что там нарисовано, да, Внимательно почитаем подписи, мы поймем. Это нарисовано там, вот там красивый какой-то сюжет при лунном свете, там вот это все написанное в Италии. Вот у вас красивые какие-то там картинки из жизни древних Помпей, вот они там гибнут. Вот у вас еще какая-то красивая картинка, на которой изображена итальянская крестьянка. Там много сюжетов из России, но при этом мы видим, что сюжеты, которые очевидно написаны не на основе российской культуры и вообще написаны не по мотивам того, что здесь, они являются частью русской культуры, они являются частью русского нашего культурного наследия общего. И что это? Мы сейчас должны вот вынести из Третьяковки все эти картины тогда, которые были там написаны? Или мы должны сказать, что там Чайковский наше национальное достояние? Нечего здесь Диснею использовать нашу великую музыку русскую? Ну как это? Мы же так не будем делать, правильно? Потому что русский мир это не танки в Праге, это не буки в Донецке. Русский мир это дядя Ваня на Бродвее, понимаете? Это экранизированное, совершенно замечательно, потрясающее Голливудом и британцами «Война и мир» недавно совсем. И Поль Дано, который играет Пьера Безухова, совершенно великолепен. И то, как они прочли эту литературу, то, что они увидели новыми гранями, просто заиграло. И все, кто видел этот сериал, его показывали по Первому каналу, понимают, что эти люди с уважением отнеслись к нашему наследию. И мы понимаем, что те люди, о которых в Романе идет речь, они глобальные, это глобальные русские. Собственно, все наше наследие, оно не про закрытость, оно про открытость. Теперь давайте дальше, уже 20 век. Когда Россия была сильна, вот говорят, у нас индустриализация была. Была индустриализация очень хорошо. Как она происходила? Поехали туда, поехали туда за технологиями, перевозили сюда целые заводы. Приглашали иностранных инженеров, иностранных специалистов. Они сюда ехали, хотели помочь новой молодой Советской Республике, в том числе из идейных соображений. Брали лучшие рецепты, смотрели, что нам подойдет. Маяковский, который приезжал туда, восхищался тем, что там происходит, небоскребами. Приехали сюда специалисты, построили здесь, здесь тоже стали строить у нас вот эти высотки. Те самые сталинские высотки были построены по образцу и под вдохновением, от вдохновения того, что происходило там. Они увидели, поехали в Чикаго, поехали в Нью-Йорк, прониклись этим духом вот этой страны, вот этой развивающейся, вот этого всего, вот этих заводов, вот этих машин, вот этих труб, вот этого великолепия, вот этого индустриальной эпохи. И принесли это сюда. И, собственно, это дало импульс стране. Мы им даем, они нам дают, мы обмениваемся. И тогда мы все развиваемся, это все в общих интересах. Закрывать страну, так как сейчас предлагает Путин, предлагает наша власть, это означает ее окунуть обратно башкой вот туда в 17 век. Что произошло со страной, которая была решена технологического развития? Революция 17 года и последующая просто с надрывом, с кровью вот эта индустриализация. Вот опять нам нужно будет повторять этот путь. Опять мы загнием, отстанем от всех там на 100 лет и потом опять будем наверстывать. Они понимают, что они делают? Я думаю, нет. Я думаю, они видят Россию по-другому. Потому что в России наше консервативное крыло – это тоже наше наследие. Они же цитируют фактически без купюр, просто не ссылаясь к словенофилов 19 века. Да, эти люди тоже имели достаточное влияние на тот момент. И да, это тоже хорошая, важная дискуссия о том, какие у нас особенности культурные, в чем заключается наш особый путь. А он есть. Я действительно верю, что у России особый путь. Потому что у любой страны особый путь. Ни одна страна мира не похожа на другую. Они все разные. И у нас есть свой путь, и мы должны об этом говорить. Мы должны говорить о нашем наследии. Но при этом это не должно противоречить развитию. Это не должно противоречить общению. Мы, понимаете, как человек не может принять другую личность. Вот я же не могу стать вами. Потому что у меня есть свой опыт, у меня есть определенный пол, возраст и так далее. Я не могу стать вами, вашей личностью. То же самое. Страна не может принять чужие ценности и чужой лик, чужую культуру, стать другой страной. Мы не можем принести из Америки какие-то ценности. Нам подходят эти ценности, на себя их надеть и пойти дальше. Так не бывает. Мы можем посмотреть, как у них устроено. Мы можем взять какие-то технологии. Мы можем понять, как устроено законодательство, чтобы не повторять ошибок. Мы можем проанализировать их проблемы. И чем больше мы будем понимать про них, тем меньше ошибок мы будем совершать. И тем меньше у нас будет о них стереотипов и хороших, и плохих. Но стать ими мы не можем. Так не бывает. У каждой страны свой путь, и в оси он тоже свой. То, что происходит с Ефремовым, тоже хотела сказать. Печально, конечно, если вот то, что он вчера передал через адвоката, это правда. Но, опять же, трудно требовать от человека героизма. Ты веришь тому, что он сказал? Я не знаю, насколько это правда. Я не видела его, никто не видел его, собственно говоря, собственноручно написанного признания или записи какой-то, ее не было. Но то, что происходят вот эти грязные политические игры накануне голосования с человеком, с которым случилась жизненная трагедия. Мне кажется, что со стороны власти просто низко использовать вот эту человеческую трагедию двух семей. Одна из которых потеряла кормильца, а другая семья, которая рискует потерять мужа, отца, уважаемого человека. На него могли надавить? Ну, давят, конечно. То есть они пытаются любую трагедию использовать в своих целях. Да, там, вы там висите на волосок от гибели, прежде чем вас собираются там спасать. И вам говорят, ну-ка, присягни сейчас свою батюшку. Ну, в целом, конечно, дело Ефремова, оно совершенно с точки зрения закона, конечно, однозначное. Человек совершил то, что он совершил. Камеры все зафиксировали, все-все видели, свидетели есть, сам признал свою вину. И здесь никаких исключений не должно быть. Не если бы он там был путинистом, гибералом, кем угодно. Если человек совершил такое, он должен за это ответить. Понимаете? Если его сейчас вынуждают во вмен на лояльность, его намекают, что мы немножко закроем глаза на закон, если ты будешь с нами. Вот что нам дают всем понять? И это все демонстрируется на всю страну. И говорят, что он готов вроде как пойти на эту сделку. Но это же чудовищно, это же разрушение закона. Так же не должно быть. Но это может происходить? Ну, скорее всего, это происходит. Врагам закон, а как бы своим, свое. Если ты свой, на тебя не распространяется. Это же неправильно. Что из моря. Это правда? Что это значит? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Продолжение следует...